МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает. Новости Дагестан. В студии Зуха Алиева. Здравствуйте. Вначале коротко. Главнее всего погода в доме. Подача газа в домах по улице Ивана Шимахинской и Амитхана Султана восстановлена. Агель начинает новую жизнь. На открытие водопровода для подпитки озера побывала и наша съемочная группа. Около 90 участников. Задание на арабском, а главный приз – автомобиль «Лада». Кто же стал победителем конкурса, смотрите в выпуске. Все пути ведут в Хасавюрт. С 10 по 12 декабря во дворце спорта имени Гамидова стартует международный турнир по вольной борьбе. В 11 многоквартирных домах по проспекту Амитхана Султана снова есть газ. Об этом рассказал мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей официальной странице в сети Инстаграм. Межведомственная комиссия провела поквартирный обход домов, оставшихся без газоснабжения после пожара. На месте было зафиксировано несколько утечек, которые были устранены. Проведена опрессовка. После полуночи газоснабжение в микрорайоне полностью восстановлено. Также подача газа возобновлена в дома по улицам Анашимахинской. Здесь было зафиксировано незаконное подключение, отсутствовали техусловия. Напомним, жители нескольких домов 3 декабря собрались в микрорайоне редукторный на пикет, перекрыв автомагистраль. По поручению Дадаева был организован оперативный штаб и устранены неполадки. Во второй половине дня поэтапно абонентам начали подавать газ. К слову, все дома оборудованы индивидуальным отоплением и в холодный период времени года восстановление газоснабжения было крайне важно. Была такая проблема, уже накопилась вот эта проблема, что в мае, в марте месяце была утечка газа, в 2021 год. В мае месяце нам вначале отключили, а потом вообще отрезали газ. Этот пришел, газовик там что-то делает, он говорит, включите газ. Я говорю, как? Я говорю, включите газ. Я говорю, ну, уже газ идет. Я говорю, как? Я даже не верила, что газ. Я выражаю огромную благодарность, признательно, вы человек слова. Очередной раз я убедилась, что мое обращение вы не оставили без внимания. Вы с народом, я это вижу. Агель получил вторую жизнь. Водопровод от канала имени Октябрьской революции для подпитки мелеющего озера Агель сдан в эксплуатацию. В присутствии главы Дагестана Сергея Меликова в озеро выпустили мальков частяковых и растительноядных видов рыб для восстановления экосистемы водоема. Тему продолжит Асель Манапова. Этого события ждали с нетерпением все махачкалинцы. Теперь одна из визитных карточек столицы республики, озеро Агель, будет жить. Месяц открытием водопровода в озере появились и новые обитатели. Более 500 рыб оситровых пород были выпущены водоем. На торжественном открытии водопровода глава республики Сергей Меликов почетными грамотами отметил официальных лиц и меценатов, благодаря которым и состоялся проект «Живи Агель». Озеро Агель стремительно мелело. Как полагают эксперты, из-за массовой застройки его побережья, в результате чего оказались перекрыты немногочисленные родники, питавшие озеро водой. Активисты общественного движения «Город наш» и неравнодушные горожане давно просили власти обратить внимание на проблемы уникального водоема. Теперь их старания дали результат. По инициативе администрации Ленинского района Махачкалы и фонда спасения озера Агель водовод построен без привлечения бюджетных денег. Финансовую помощь оказали меценаты и неравнодушные жители республики. Конечно, такое начинание, связанное с восстановлением красоты озера Агель, не могло обойти нас стороной. Мы с удовольствием приняли в этом участие. И надеемся, что для нас, для вас это будет очередным вкладом в то, чтобы озеро вернулось в той красоте, в какой раньше была. И чтобы это увеличило и привлекательность для туристов, и для местных жителей стало вновь излюбленным местом отдыха. Вода Агель теперь будет подаваться беспрерывно. Сотрудники Минприрода региона будут тщательно следить за тем, чтобы ситуация не повторилась. Всего на строительство водопровода ушло около 60 миллионов рублей. На самом деле, это народный такой сбор получился. И все, кто захотел в нем поучаствовать, они свою миссию выполнили. В чем здесь еще проблема? Вот эти суды, неопределенность статуса земель и неопределенность их положения, она не просто мешает существованию озера, она еще и мешает принятию административных решений. То есть сегодня мэрия Махачкалы, как бы ни старалась, Салман Кадеявович, дай бог ему здоровья, ни какие-то другие источники финансирования не могут быть определены до того, как не будут приняты судебные решения. Понимаете? И поэтому в этом отношении очень важно, что именно небюджетные источники были сюда применены, потому что они не требуют той отчетности и того номенклатурного оформления, которого требует бюджет. Завершение проекта «Живи Акгель» стало праздником для всех махачкалинцев. У памятника русской учительницы развернулась рыбная ярмарка. Здесь же всех желающих бесплатно угощали горячим чаем и ухой. Мероприятие закончилось концертной программой. Асель Манапова, Салман Гитихмаев, Новости ННТ, Махачкала. Особая зона свободного творчества для школьников, студентов колледжа и вузов открылась на базе Дагестанского технического университета. Молодежный инновационный комплекс развития образования и науки «Микрон» создан в целях развития образовательной модели и формирования системы преемственности школа, колледж, вуз, предприятия. На базе «Микрона» будут организованы курсы по следующим направлениям. Прототипирование, 3D-моделирование, конструирование, робототехника, схемотехника и социальные инновации. Для гостей мероприятие была проведена экскурсия по лаборатории комплекса, а завершился первый день работы центра мастер-классами по робототехнике и 3D-моделированию для школьников и студентов. В Дагестане еще одним зданием поисково-спасательного подразделения МЧС стало больше. На этот раз такой центр открыли в селе Кочубей Тарумовского района. В открытии приняли участие начальник регионального отделения МЧС Нариман Казимагомедов, депутат Народного собрания региона Валерий Громов и глава Тарумовского района Александр Зимин. Мероприятие продолжилось ярким и красочным выступлением коллективов художественной самодеятельности района. После символического разрезания красной ленточки официальные лица совершили обход территорий и служебных помещений нового здания. Всего в Дагестане за последние годы введены в эксплуатацию 16 таких подразделений. Спасатели, пожарные службы наши – это те бойцы, которые сегодня приходят на помощь, оказавшие в той или иной ситуации, проведя анализ за последние годы, особенно в этом году, мы поняли, что федеральная трасса у нас не прикрыта, оказалось. За этот год у нас в федеральной трассе 36 случаев, в которых выезжали наши ребята на ДТП и смертные случаи. И считаю, что решение, которое было принято мной и вместе с головой нашего района. Жители Дагестана признаны одними из лидеров по отсутствию вредных привычек в России. В этом показателе мы заняли второе место. Первое – у Чеченской республики и третье – у Ингушетии. В рейтинге использовались показатели за последние три года. Так, дагестанцы – одни из тех, кто меньше всего потребляют табачные изделия и алкоголь. Число преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии, также минимален. Это в первую очередь благодаря высокому уровню духовности и нравственности населения, отмечают эксперты. Автомобиль «Лада Гранта» достался победителю всероссийского конкурса по книге шейха Хасана Афандии с Кахиба. В ней приняли участие более 80 человек, и каждый из них изучал труд известного дагестанского ученого на арабском языке. Кто получил главный приз, узнал наш корреспондент Карим Даниев. 87 участников, все задания на арабском языке и главный приз – автомобиль «Лада». На прошедших выходных в Шамильском районе прошел открытый всероссийский конкурс на знание книги шейха Хасана Афандии из Кахиба. Книга отвечает на ставить точки над многочисленными спорными вопросами, которые будоражат умы. И поэтому было, наверное, предложено провести конкурс именно по этой книге для того, чтобы уменьшить эти споры, для того, чтобы знания, содержащиеся в этой книге, приносили пользу. В финал конкурса вышли семеро лучших. Для них были подготовлены дополнительные вопросы. По словам проверяющих, вызубрить книгу было недостаточно. Задания в конкурсе предполагали не только знание материала, но и его глубокое понимание. Поскольку студенты могут быть разные. Студенты могут просто кто-то вызубрил, может выиграть, а кто-то понимает. Поэтому вопросы тоже постарались, чтобы такие были, которые указывают на правильное чтение. Самые актуальные вопросы выбрали на сегодняшний. день в сегодняшнем нашем обществе, какие вопросы затронуты, какие вопросы касаются Тасауфа. Эти вопросы мы постарались выбрать. Всем финалистам вручили памятные подарки. За третье место – денежный приз, за второе – путевка в Малый Хадж, а за первое – автомобиль Лада Гранта. Лучшим знатоком оказался студент Дагестанского Исламского университета Магомед Сайпудинов. Он и забрал главный приз. Автомобиль получает Сайпудинов Магомед Шарахудинович, Тагестанский Исламский университет, село, выходец из села Куяда. Аллаху Акбар! Вручает приз директор Мадраса Хасан Хельмин. Аллаху Акбар! В первую очередь, да, конечно, благодарность. Хотел бы выразить своему учителю Хандарифу, который готовил меня на этот конкурс, который прикладывал все силы, все возможности, все усердия. Конечно же, благодарность спонсорам, всем организаторам данного конкурса, пусть вишнала воздаст им в обоих мирах, пусть вишнала воздаст им наилучшим. Благодарность всем, тоже также организаторам, председателям жюри, председателям комиссии и так далее. Всем выражаю огромную благодарность. Магомед Сайпудинов никогда не преследовал материальных целей. Он просто стремился получить знания. И, судя по результатам, у него это отлично получается. Домой он поехал уже на своей новой и, как выяснилось, первой в жизни машине. Карим Даниев, Салман Китихмаев, телеканал ННТ, Шамильский район, Асаб. Новую мечеть построили в селе Инхо Гумбетовского района. На торжественную церемонию открытия приехали гости из разных уголков Дагестана. Среди них были как представители власти, так и муфтията. Новую мечеть, которая вмещает более тысячи верующих, назвали в честь героя, верного соратника и наиба, имама Шамиля Саида Наиба Инховского. Место для богослужения удалось возвести благодаря меценату из Ахвахского района Гамзату Сахратулаеву и местной общественности. И о спорте. Северная столица Дагестана в ближайшие выходные станет центром мировой борьбы. С 10 по 12 декабря во Дворцы спорта имени Гамидова пройдет международный турнир. Участие в нем подтвердили уже около 150 спортсменов из 15 зарубежных стран. Курбан Рагимов продолжит. Острая конкуренция и бескомпромиссная борьба даже на тренировке. Вот что привело в Хасавюрт начинок у Улара. Призер чемпионата Европы здесь уже неделю. За эти дни тувениц из Красноярска успел ощутить борцовский дух, царящий в зале спортшколы имени Умаханова. Молодые здесь особенно нападают. Например, я вот встал, выбрал пару, одну, уже стою с ним работаю, второй подходит, давай вместе, говорим. Это уже о многом говорит. Именно в мекке борьбы приехать, выступить, если выиграть, это честь будет для меня. Перенять опыт и проверить свои силы. С такой целью в Хасавюрт регулярно приезжают вольники из разных уголков России и зарубежных стран. В этих совместных тренировках участвует порядка 130 борцов. Большая часть вольников готовится к международному турниру. Ежегодные соревнования памяти прославленных борцов 19-20 столетий стартуют в конце недели. Главной звездой станет Кайл Снайдер, олимпийский чемпион из США. Благополучно прибыл в Хасавюрт и уже провел первую тренировку. Этим турниром борцы завершают свой сезон. Курбан Шираев готовится усердно, нацелен только на золото. Для Хасавюртовца это возможность не только закончить непростой год на мажорной ноте, но и впервые выиграть домашний турнир. Ребята проголодались, хотят бороться все, все хотят бороться. Состав получается очень даже солидный, будет, я так думаю, очень хороший турнир получится, потому что в следующий год у нас начинается с верыгина турнира, и ребята все хотят пробороться. И я думаю, будет очень солидный, очень красивый, очень престижный турнир у Маханова. Показать культуру и гостеприимство Дагестана – это главная цель организаторов турнира. Вопросы размещения, питания, безопасности и досуга участников обсуждали на итоговом совещании. В ходе подготовки учитываются все антиковидные требования. И наш город Дагестан узнавали именно по нашему турниру Хасавертовскому турниру. Это много чего знать, и политический, и экономический. И все вопросы решаются всегда в спорте. Спорт для чего создан? Это для того, чтобы мы объединяли все народы, чтобы мы знали друг друга, интересовались культурой. Вот я один из таких моментов, и это наш международный турнир. Она объединяет. Международный турнир стартует в пятницу, 10 декабря. В первый день на ковер местного дворца спорта имени Гамидова выйдут борцы в категориях до 74 и 97 килограммов. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. 143 тысячи рублей удалось собрать по итогам благотворительного забега. Фонд Инсан вместе с Минспортом Республики и администрацией Каспийска организовали акцию «Бег ради жизни», в которой приняли участие около 400 человек. Сумма взноса составляла 100 рублей, а все вырученные средства пойдут на лечение двух тяжелобольных детей. 73 тысячи 214 рублей мы берем маленького Амиру. Все, сбор завершен. Амирчик может пойти в свое лечение за счет нашего благотворительного забега. Забег поддержали и именитые спортсмены. Участники акции стартовали Санжи-Арена, а финишировали в парке имени Халилова в Каспийске. Победителям и призерам среди мужчин и женщин вручили кубки, медали, грамоты и другие ценные подарки. Награды вручал глава Каспийска Борис Гонцов. По завершению забега волонтеры фонда угостили всех участников и гостей мероприятия горячим пловом. Спасибо, что держите себя и воспитываете в своем лице молодежь в духе спорта, в духе здоровой физической культуры. Конечно, огромное спасибо всем организаторам, благодарительному фонду, ну конечно, всем участникам. Почаще нужно организовать такие мероприятия, чтобы люди объединились. Уверены, что такие акции послужат развитию массового спорта, развития спорта, чтобы люди, народ был более физически, духовно развитый и крепкий, чтобы мы всегда могли поднять и восполять город Каспийска, Каспийска, Дагестан на всех мировых аренах. Смотрите нас также на нашей официальной странице в инстаграм и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.